Глаголы шаг за шагом. Зелёные глаголы с суффиксом О, такие как ДЗИВОТ. Почему они зелёные? Смотрите, глаголы мы разделили на четыре группы. Красные, первое спряжение, особые. У них даже корень меняется при спряжении. Вторые, простейшие, это вот как раз зелёные, второе спряжение. И сегодня мы берём из простейших наипростейшие. Те, которые имеют суффикс О. Почему это так? Потому что все глаголы, которые имеют суффикс О, ДЗИВОТ, ЛАБОТ и так далее, всегда зелёные. Они всегда принадлежат ко второму спряжению и всегда спрягаются одинаково. К третьей группе у нас принадлежат школьные глаголы, у которых в конце глагола будет ИТ или ИНАТ. Это не совсем окончание. Окончание Т, но суффикс плюс окончание – это ИТ или ИНАТ. ИТ, ИНАТ. Третье спряжение, первая группа. И третье спряжение, вторая группа – это те глаголы, которые мы назвали жёлтыми, глаголы категории «люблю», «хочу», «могу». Значит так, простейшие, наипростейшие. Давайте посмотрим на простейшие глаголы. То есть идея такая, как только вы выучиваете новый глагол из зелёных, вы сразу же, во-первых, его подчёркиваете зелёненьким или пишете сразу зелёненьким. И тут же выучиваете себе форму. И как только вы знаете, что форма единственного числа, я, первого лица, настоящего времени, имеет «ю» в конце, всё, мы знаем, как это спрягать. Сейчас я вам всё покажу. Давайте ещё раз пробежимся по этим глаголам. То есть смотрите. Дзеевот – эсдзеевою, целёт – эсцелёю, целёт – путешествовать, эсцелёю, я путешествую. И вот парочка глаголов, которые не заканчиваются на «о», но они тоже зелёные. Страдат – эсстрадаю. Работать – я работаю. Педават – предлагать – эспедаваю. Я предлагаю. Откартут – эсоткартую. Ну, давайте глянем. Смотрите, здесь все глаголы, которые имеют суффикс «о». Видите? Дзеевот, дэйо, талгот, балсот, баомот и так далее. Здесь реально все, без приставок. Можно ещё и приставочку добавить. И тогда будет ещё больше глаголов. Это глаголы на все три уровня. А, Б, С. А мы с вами сегодня посмотрим только те, которые вам нужны для уровня А. Но давайте всё-таки глянем на полный список. Правда? Я буду читать. Вы за мной повторяете. Потом я говорю перевод. Если чувствуете, что это глагол «аш», останавливайте запись и записывайте его себе в тетрадочку. Хорошо? Дзеевот – жить. Повторяем, повторяем. Дайот – танцевать, алгот, нанимать, балсот, голосовать, балмот, сплетничать, брокостот, завтракать, целёт. Горшот – путешествовать, алпот, дышать, голвод, ручаться, готовот. Догадались? Угу, готовить. Горшот – это либо пробовать, либо быть вкусным на вкус. Быть вкусным. Горшот. Грэкот – грешить. Истенот – реализовать, ну, например, мечту или план. Истенот. Корот – воевать. Калпот – служить. Картот – приводить в порядок. Клэпот – кашлить. Красот – красить или рисовать. Ну, закрашивать, например, что-то, раскрашивать. Да, красить, раскрашивать. Красот. Лабот – чинить. Лайкот – это с лайками не связано. Лайкот – это примерять. Лэдот – летать. Лэтот – использовать. Мантот – наследовать. Мэлот – врать. Мезот – чистить кожуру. Паматот – обосновывать. Планот – планировать. Протот – размышлять, придумывать что-то. Пузденот – обедать. Ракстурот – характеризовать. Ра-пот – передвигаться на коленках. Ползать. Ра-жот – производить. Это слово вы увидите на любой упаковочке любого продукта. Там будет написано, например, ра-жот – Латвия. Произведено в Латвии. Ра-жот – производить. Рей-кот – организовать. В смысле, какое-то мероприятие. Например, ри-кот – концерту. Ри-пот – катиться. Сай-нёт – упаковывать. Заворачивать. Сапнёт – мечтать или видеть сны. Сай-нёт – следовать. В том числе, фолловить кого-то, например, в социальных сетях. Это тоже сай-нёт. Сай-нёт – скай-нёт. Объяснять. Скалот – полоскать. Штерсот – переходить, переезжать. Ну, вот, например, шчай-рсот елу – переходить улицу. Шчирот – сортировать. Слы-дот – кататься на коньках. Слы-мот – болеть. Слынь-кот – лениться. Слы-дот – подчёркивать. Та-лот – изображать. Ту-л-кот – переводить. Вай-нот – винить. Вакар-инёт – ужинать. Вей-дот – создавать. Ва-рот – наблюдать. Вил-дот – подделывать. Вей-н-грот – заниматься гимнастикой. Зе-дот – жертвовать. Зы-нёт – сообщать. Слы-а-пот – кататься на лыжах. Смотрите, сколько слов являются прямо на-на-на и простейшие. Давайте посмотрим, как они спрягаются. Здесь, кстати, я выписала те слова, с которыми мы будем работать. То есть, сегодня, да, те слова, которые, на мой взгляд, нужно знать на уровень А2. Остановите слайд. Можете посмотреть. Это те же самые слова, которые вы сами себе выбрали, как необходимые для знаний, для заучивания. Или всё-таки нет. В любом случае, все эти слова мы с вами сможем использовать в связанном тексте, который будет в конце видео. Посмотрим, как спрягаются слова, которые имеют суффикс О. Зе-ево, дает и так далее. Настоящее время. Эс-зе-ево. Видите, вот она основа. Зе-ево. Т мы убрали. Это же окончание. Основа заканчивается на дзе-ево. И если мы смотрим на окончание, то давайте посмотрим. Окончание я, если я делаю действие, я живу. Окончание у. И по-русски, и по-латышски. Более того, по-латышски для невозвратных глаголов. Окончание у для формы я стопроцентное. И в настоящем, и в прошедшем, и в будущем. Суффикс будет меняться. Сейчас мы это увидим. Смотрите. Эс-зе-ево. Ю. Ту. Дзе-ево. Что случилось в форме ты? Ничего. Окончание нулевое. Основа закончилась на о. Ну и все. Он, она. Винч. Дзе-ево. Виня-дзе-ево. Какое здесь окончание? Тоже нулевое. Мэс-дзе-ево. Ям. Смотрите. Та же самая песня. Основа заканчивается на о. Окончание ам. Две гласных рядом. Правильно? Чтобы легче произнести, так плавно, красиво, мы подставляем е. И у нас получается. Мэс-дзе-ево. Ям. Ю-з-дзе-ево. Ят. И вини. Они. Дзе-ево. Посмотрим еще раз. Окончание у нас только в трех лицах. Я. Это Ю. Мы. Ям. И вы. Ят. Идем дальше. Прошедшее время. В прошедшем времени всегда, 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 всегда для всех, для всех глаголов окончания вот такие. У и А. Ам. Ат. У и А. Ам. Ат. Что вы замечаете? Я для вас везде проставила основу. Дзе-ево, 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 дзе-ево. Вам теперь только нужно подставить окончание. Давайте расскажу. То есть, получается. У. Это же первое лицо. Это я. Так что. У нас и в прошедшем, и в настоящем времени одинаковое окончание. Вернемся-ка в настоящее. Там тоже окончание У. И вот этот суффикс Е. Мы просто подставили, чтобы не было дзе-ево У, а чтобы было дзе-ево Ю. Да, в прошедшем времени глаголы второго спряжения, зеленые глаголы, в форме Я идентичны настоящему. То есть, сейчас живу и вчера живу. Давайте так и скажем. Сейчас я живу в Риге. Раньше я жил или жила в Москве. Тагат-эз-де-ево-Ю, Рига. Раньше это А. 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 ГЛАСКОВА. То есть, без контекста эз-де-ево-Ю может означать и я живу сейчас, и я жил или я жила. Вот так. Контекст решает всё. Теперь смотрим. Для формы Ты у нас вот написано окончание И. Гласное. Гласное. Соответственно, основа, заканчивающаяся на гласную, и ещё одно гласное потребует по серединочке Е. Сможем сделать форму ты жил или жила? То дзейво-и. Он, она для третьего лица у нас окончание а. Видите, оно следующее в списке. Виня, дзейво-я. Мы и вы. Вот они, окончание ам и ад. Давайте сравним с настоящим. Опа. В настоящем у нас ам и ад. Ам-ад, настоящее, а прошедшее ам-ад. Видите, гарум за имя поставили. Всё, и это прошедшее время. Сделайте форму мы раньше жили в Москве. Мэс, аграк дзейво-ям, Москва. И вот тут, если вы правильно произносите, уже всем понятно. Если говорите дзейво-ям, это сейчас, или дзейво-ям, это раньше. Честно. Когда говорят очень быстро, часто вот этой разницы в окончании долготы не слышно. Нет-нет, настоящие латыши, для которых это абсолютно родной язык, и слышат, и говорят. Но разница в окончании может быть настолько минимальной, что... Извините, возможно, вы её не сразу услышите. Но стараемся, произносим сами, и тогда услышим, как её говорят другие. То же самое у нас с вы. Скажите, вы жили. Юс, дзейво-я-т. Юс, дзейво-я-т. Вини, они, дзейво... И смотрите, окончания закончились. Нету ещё одного окончания. Это потому, что формы он, она и они всегда совпадают. То есть, если мы знаем, как сказать, он жил, она жила, то мы точно знаем, как сказать, они жили. По-русски у нас три формы, по-латышски одна. Винь, дзейво-я, вини, дзейво-я. Вот они, правильные варианты. Давайте ещё разочек повторим. Будущее. Для будущего времени у нас вот такие окончания. Сразу говорю, что это, ну, грамматически это не 100% окончания, это суффикс плюс окончание. Но для простоты запоминания, давайте скажем, что это конец слова. Вот так. Смотрите. Я буду жить. Эз дзейво-шу. Ты будешь жить ту... Сами. Ту дзейво-си. Он будет жить. Винь, дзейво-с. Смотрите, какая форма. Винь, дзейво-с. То есть к основе дзейво добавляем всего лишь одну буквочку дзейво-с. Она будет жить в винь, дзейво-с. Мы будем жить. Мэз дзейво-сим. И вы будете жить юз, дзейво-сет. И почему здесь нет отдельного окончания для формы они, вы уже знаете. Потому что форма они совпадает с формой она и он. Сделайте, они будут жить в винь, дзейво-с. Отлично. Ой. Вот. Они наше окончание. Эз дзейво-шу. Ту дзейво-си. Винь, дзейво-с. Винь, дзейво-с. Мэз дзейво-сим. Юз дзейво-сет. Винь, дзейво-с. Окей? Нелегко, я знаю. Поэтому вы можете для себя выбирать за сегодня, что вы хотите выучить. Сначала просто привыкаю к основе. Дзейво-дзейво-это основа т. У нас там было окончание. Окей. Отбросили. Вы можете за сегодня выучить только настоящее время. Давайте быстренько к нему вернемся. Вот оно. Эз дзейво-ю. Ту дзейво. Винь, дзейво. Винь, дзейво. Мэз дзейво-ям. Юз дзейво-ят. Винь, дзейво. Более того, я обычно говорю, что для начального этапа не нужна форма ты и вы. То есть еще меньше стала форм. Осталось эз дзейво-ю. Винь, дзейво. Винь, дзейво. Винь, дзейво. И мэз дзейво-ям. Окей? Когда четко будете знать, что сделать в настоящем времени, добавляйте прошедшее. Помним, что в прошедшем всегда одни и те же окончания. То есть как только вы выучили окончание прошедшего времени для вот этих слов, для наипростейших, то вы знаете окончание прошедшего времени и для всех остальных слов. Отлично. С будущим то же самое. Именно поэтому вы видите, что я их вынесла отдельно в скобочки. Для всех спряжений окончания будущего времени будут такими. А теперь посмотрим, как мы можем вот эти красивые слова с суффиксом О использовать в реальной жизни. Смотрите. Я получила вот такое длинное письмо. Оно уж на двух слайдах. Вот начало и вот конец. Вот Мансдрауксандрейс мне написал. Почитаем, о чем не пишет Андрей. И как хорошо он использует слова второго спряжения, зеленые глаголы с суффиксом О. Заодно посчитаем, сколько их здесь. Вот он мне пишет. Привет, Лена. Сообщаю тебе, что я теперь живу в Риге. Сколько здесь глаголов? О, два, зиņот, сапши, и дзивот, жидц. Зиņою, дзивою, все чиста. Es венмарь прокастую мајас с 7.00 на риге. Es парасти пузденою дарбом, ап 13.00. Бет вакариņо, ям, мэс, виси, копа, 20.00. Ну, что делает наш Андрей? Es венмарь прокастую мајас с 7.00 на рейта. Я всегда завтракаю дома в 7.00. Брокастую, вот еще один глагол с О. Es парасти пузденою дарба ап 13.00. Я обычно обедаю на работе около тринадцати. И смотрите, ап три спацми тем. Как только у нас есть вот этот ап, то тогда будет три спацми тем. Если бы он и завтракал нечетко в 7.00, а около семи, то это было бы ап септинием. Окей? Ну и ужин у него смотрите тоже по расписанию. Теперь он говорит бет вакариņо, ям. Знаете, что это за форма? К какому местоимению оно относится? Вакариņо, ям. Это мы. Бет вакариņо, ям, мэс, виси, копа. А ужинаем мы все вместе в 20.00. Вакариņа с гаттэву мана с ева. Ужин готовит моя жена. Следующий глагол готовить. Ман, лёд и горшо, галя ар карту пелем. Мне очень нравится мясо с картошкой. Горшот, помню, был глагол горшот, что означает либо нравиться на вкус, быть вкусным, либо же дегустировать, пробовать. Но во втором значении используется довольно редко. А вот вариант ман, горшо, мне нравится. Постоянно. Галю рожо земнеки. Он пардот то централь тирго. Галю рожо земнеки. Кого что мясо производят крестьяне. Он пардот то централь тирго. И продают его на центральном рынке. Какой глагол с о? Нет, нет, не пардот. Это вообще глагол первого спряжения. Он ой-ой-ой, как меняется. Рожо. Рожо производят. Галю венмер и сайнё папира. Мясо всегда заворачивают в бумагу. И вот у нас первый раз, когда мы встречаем глагол с о, и тут еще и с приставочкой. Помните, у нас было в списке сайнёт, заворачивать, упаковывать. А здесь и сайнё, заворачивают. Это такая законченность действия. Всегда упаковывают, заворачивают в бумагу. Мэс шчироям папиру и пластмассу. Мы сортируем бумагу и пластмассу. Шчироям. Глагол шчирот. Скажем так, на уровня, может быть, он вам не сильно нужен. Ну, например, для экзамена точно нет. Ну, ведь слово шчирот. Шчирот, я откритуми, шчирот, откритуми, шчирот папиру. А, ну, на каждом углу, поэтому давайте его выучим. Шчирот. Мэс ари зiedoям, летоту апдербу, лабдарīбай. Мэс ари зiedoям. Мэс ари зiedoям. Мэс ари зiedoям, зедот это жертвовать, летоту апдербу, лабдарīбай. Использованную одежду на благотворительность. Лабдарīбай, кому чему, в дативе, на благотворительность. Здесь я использовала такой приёмчик, немножко нечестный. С одной стороны, использовала глагол летот, использовать. А с другой стороны, конечно, он стоит ни в одной из форм настоящего, прошедшего или будущего времени. Он стал причастием здесь. Ну, его так легко распознать, правда? Более того, вывезка летот и апдерби. Видели уже? Присмотритесь. Да, это магазин на секонд-хэнд летот и апдерби. Идём дальше. Бривденас мэс арсиву вингроям, вай дэйоям. Бет бэрни парасти слепо, вай слидо. Ох, какие люди! Пряма заняти все время. Бривденас, па выходным. Мэс арсиво, мы с женой. Вингроям, занимаемся гимнастикой. Вай дэйоям. Или танцуем. Бет бэрны, а дети парасти, обычно. Слепо, катаются на лыжах. Вай слидо, или катаются на коньках. Рига, эс бежак, слэмою, эсклепою. Рига, в Риге, эс бежак, я чаще. Слэмою, болею. Эсклепою, я кашляю. Смотрите, в последних двух предложениях, сколько у нас было глаголов, которые имеют о. Вин, гро, ям. Дэйо, ям. Слэпо, слэйдо. И слэмою, клэпою. Шэст. Атвалинайма, мэс венмэр цэлёям. Атвалинайма, в отпуске, мэс венмэр, мы всегда путешествуем, цэлёям. Шогат эс істэношу саву сапни. Шогат, в этом году. Эс істэношу, от, смотрите, первые глаголы, которые стоят в будущем времени. Вот это шу, оно так легко помогает определить, что это будущее время. Эс істэношу, я воплощу, осуществлю саву сапни, свою мечту. Мэс плануайам браукту с Грузию. Мы планируем ехать в Грузию. Последних трёх предложений. Сколько было глаголов с у? Цэлёям. Истэношу. ПЛАНОЙАМ. Узнай, что там нашу вану речет в Грузии. ПЛАНОЙАМ. 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 Глагол. ЛИДО. ЛИДОСИМ. Глагол-то мы знаем, это ж летать. ЛИДО СЫМ. Это мы. Мы полетим. Мы полетим в воскресенье. ГРУЗИЯ. Вот первое предложение, в котором нет ни одного глагола с О. Есть другой глагол второго спрежения, но о нем мы поговорим на следующем уроке. В Грузии мы посетим из стадии выставку. Манс драугс Леванс веидо интересанты макслас дарбус, у шогаду он витрако из стадии. Манс драугс Леванс, мой друг Леван, веидо саздают, вот, глаголс О, веидо саздают, интересанты макслас дарбус, интересные художественные работы. Да, да, вот, с дайом интереснее работа. У шага, и в этом году, виņш рейко изстадить. Рейко, это организоваться, ну, какой там и репрессия. Винш рейко изстадить он организует выставку. Винш веидо объектус но auto деталям. Винш таз лабо, красо у карто нотеиктā сетсибā. Винш веидо объектус. Уже знаете? Он саздаёт объекты но auto деталям из авто деталей. Винш таз лабо он их чинит, красо, красит, раскрашивает у карто нотеиктā сетсибā. И у парядывачи делает парядок, да, то есть их складывает в определённой последовательности. Вот этот глагол картот это означает складывать что-либо по порядку. Там вот внутри корень картибā. Вот этот кард, картибā это порядок. Сетсибā это последовательность. Ну что? Сколько здесь у нас глаголов с у? Вейдо, лабо, красо, карто. Что ещё можно картот? Картот, естественно, можно истабу. Наводить порядок в комнате. Картот истабу. Истаде винч скайдроз означает объяснять. А что это за форма? Скайдроз это он будущее время. То есть он будет объяснять. Савударбну за имя значение своих работ. Винч сакка кацавр авто деталям вино веро у тулко мусдену pasaули. Винч сака он говорит, кацавр авто деталям что через афта детали вино веро у наблюдает у тулко и переводит то есть толкует мусдену пасаули. Савременными славас о веро тулко. Мэс миси секоем Леванам инстаграма. Миси секоем следуем фоловим Леванам инстаграма Леванана инстаграми глагол секот. Мэс венмэр балсоем пар вино darбiem konkursос. Мэс венмэр миси балсоем галас пар вино darбiem konkursос. за его работы на конкурсах. Голосуем за его работы на конкурсах. Конечно, ведь полно разных конкурсов, в том числе на инстаграме. draugs tiemus daus draugs andreis. Ну, смотрите, какое содержательное письмо мне написал Андрей, используя, ну, почти стопроцентно глаголы, которые имеют o. Пожалуйста, перечитайте его письмо, оно будет в комментариях и в комментариях же напишите ответ, сколько здесь использовано разных глаголов из наипростейших, то есть тех зелёных глаголов, которые ещё и имеют o. Повторюсь, если глагол имеет суффикс o, красот, картот, лобот, сокот, балсот, то этот глагол всегда принадлежит к зелёным, всегда спрягается именно так, как мы сегодня обсуждали. Весь сулабо?